Здравствуйте! На Хабар 24 новости в студии Илья Рыбин. Тела всех погибших во время пожара в шахте Казахстанская найдены. В самой горной выработке до сих пор продолжается тушение пожара. В итоге ЧП унесло жизни пяти человек. Самому старшему из них было 58 лет, самому молодому 27. Он проработал на шахте 4 года, у остальных погибших большой стаж подземной работы. По последним данным, управление здравоохранения в больнице находится 13 шахтеров. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Поисково-спасательная операция на шахте Казахстанская завершена. Расследование аварии на контроле у правительства. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. И к другим темам. Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, сообщает Казгидромед. Высокая пожарная опасность сохраняется в Алматы, а также в Кызлординской, Атыраусской, Западноказахстанской и Актюбинской областях. Ожидается повышение температуры воздуха до 35 градусов. Грозу синоптики прогнозируют в столице на большей части Акмолинской области порывистый ветер. Местами до 20 метров в секунду. Неустойчивую погоду и град синоптики обещают в Павлодарском, Североказахстанском и Костанайском регионах. Школу на деньги, изъятые у коррупционеров, строят в Талдыкургане. Она рассчитана на 1200 ученических мест и стоит больше 3,5 миллиардов тенге. Половину суммы профинансировал фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный по поручению президента страны. Сейчас в здании почти завершена внутренняя и внешняя отделки. Идет благоустройство территории. Гульнар Жантасова расскажет, когда объект сдадут в эксплуатацию. Микрорайон Антымах один из самых густонаселенных в Талдыкургане. Население здесь достигло почти 4,5 тысяч человек. Строительство новой школы было острой необходимостью. Горожане эту проблему поднимали не раз. И, наконец, в этом году вопрос решили. Очень сложно было нашим детям добираться до учебы. Ближайшие школы расположены в селе Заря и прилегающих микрорайонах. Автобусное сообщение слабое. Многие дороги у нас еще не заасфальтированы. Дети по грязи идут к остановкам. Теперь легче будет. С окончанием строительства они смогут учиться в новой школе рядом с домом. Возведение здания современной школы началось в 2021 году. Сегодня подрядчиками завершено 90% всех работ. На всех блоках почти закончили внутреннюю отделку здания. Осталось благоустройство территории. На работах задействовано более 150 человек. Сейчас в основном идет чистовая отделка. Скоро приступим к установке дверей, покраске стен. По благоустройству вокруг школы асфальт уже положили. Остались работы по озеленению. Школа рассчитана на 1200 ученических мест. На ее строительство выделено 3 миллиарда 600 миллионов тенге. Из них 1 миллиард 800 миллионов из фонда поддержки инфраструктуры образования. Остальные из госбюджета. Сейчас все работы идут в соответствии с намеченным графиком. В свои двери для детвора Интамаха новая школа распахнет уже в конце октября. В целом по области ЖТСУ строят 11 объектов образования. Половину из них сдадут в этом году. Гульнар Жантасова, Хуан Штургенбаев, Хабар 24, область ЖТСУ. Новый дворец школьников возводят в городе Ленгер Туркестанской области. Работы начались летом прошлого года. Объект строят на месте старого здания дворца, который снесли из-за аварийного состояния. Его сдадут через два месяца. Общая площадь составляет больше полутора тысяч квадратных метров. Проект стоит порядка полумиллиарда тенге. Двухэтажное здание вмещает в себя одновременно 80 детей. Там будут работать кружки и секции по 50 направлениям. Среди воспитанников дворца школьников есть немало призеров международных конкурсов. Одна из них четырехкратная чемпионка Азии по тэквондо Хайшаим Турдыбай. Мы очень рады, что у нас будет новое здание с современным оборудованием. Очень много детей хотят заниматься спортом, наукой. Я уверена, что они будут достойно представлять нашу страну. В новом здании будут специальные кабинеты, лаборатория, спортивный зал, медпункт, столовая. У нас есть ткацкий кружок, кабинеты по прикладным цифровым технологиям, вокальная студия. Здесь будет большой конференц-зал. Наша задача – организовать досуг детей, помочь им раскрыть свои таланты. А в селе Иргиз Актюбинской области возобновили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Почти семь лет жители ждали окончания работ. Прежний подрядчик свои обязательства не выполнил, на него завели уголовное дело. А здание стало долгостроем. И вот теперь стало известно, что ФОК начнет работать уже этой осенью. На возведение объекта из областного бюджета выделили 650 миллионов тенге. Сейчас в регионе строят 28 спортивных сооружений. 18 из них введут в эксплуатацию до конца года. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы оснастят всем необходимым оборудованием. Полы в блоке «Б» уже готовы. Скоро подвезут напольное покрытие. На втором этаже зал единоборств тоже готов. Необходимое оборудование в пути. Тренажерный зал также оснастим всем необходимым. Сейчас занимаемся бассейном и параллельно идут наружные работы. 150 бизнес-идей реализуют в Казалардинской области при поддержке государства. Это в три раза больше прошлогоднего показателя. Развитию предпринимательства способствует и рост темпов строительства. Многие компании используют материалы местных производителей. Один из них предприниматель Исатай Нуржанов. Он начал собственный бизнес с небольшого цеха. Благодаря льготному кредитованию смог закупить оборудование и расширить производство. Исатай Нуржанов по профессии финансист. В бизнесе не первый год. Пробовал себя в сельском хозяйстве и в строительстве. Пережил и взлеты, и падения. Изучив спрос местного рынка, решил заняться производством строительных материалов. Закупил подержанные станки и открыл небольшой цех. Постепенно автоматизировал производство. Теперь, благодаря льготному кредитованию, закупил новое оборудование и расширил ассортимент выпускаемой продукции. Получили кредит в размере 50 миллионов тенге, вложили свои деньги и купили современное оборудование стоимостью 130 миллионов тенге. Эта большая линия в день можем выпускать до 3000 квадратных метров сэндвич-панелей. Цех в небольшом помещении теперь превратился в целое производство. Сын Исатая, Ернар, осваивает тонкости бизнеса с самых азов. Для начала изучил новое оборудование. Будущий биотехнолог решил внести свою лепту в семейный бизнес во время летних каникул. Я сам ремонтирую эти станки, поддерживаю их в рабочем состоянии. Между делом, сам стою у станка. Для меня это очень полезный опыт, помогая отцу, чем могу. Пока цех выпускает 2000 квадратных метров готовой продукции. Здесь работают 4 человека. Бизнесмен не намерен останавливаться на достигнутом. Он планирует открыть еще несколько производственных линий и освоить выпуск новой продукции. Жанна Хусейнова, Нурлан Жекбеков, Ахан Алиев, Хабар-24. И к новостям в мире. Лидеры США, Южной Кореи и Японии впервые провели трехстороннюю встречу. Состоялась она накануне в Кэмп-Дэвиде, летнем курорте президента США. Одной из целей саммита стало обсуждение региональной безопасности вокруг корейского полуострова. Союзники обеспокоены ядерной риторикой Ким Чи Нына. Озабоченность вызывает наращивание арсеналов Пхеньяна, в том числе и наличие у КНДР межконтинентальной ракеты Хвасон-18. Джо Байден заявил, что страны усилят санкционное давление на Северную Корею. В целом, лидеры также обсудили усиление торговых связей и экономическое сотрудничество. Мощный лесной пожар охватил один из регионов на западе Албании. Огонь уничтожил несколько десятков гектаров леса. Для борьбы с пламенем власти задействовали самолет. Сильный ветер осложняет тушение. Справляться с огнем пока не удалось. Информации о пострадавших нет. Между тем, власти установили, что пожар имеет рукотворный характер. Полиция задержала двух местных жителей. Известно, что мужчины пытались расчистить свои земли от сорняков, но не смогли остановить распространение огня. Сообщается, что подозреваемые пытались скрыться от сотрудников правопорядка. Австралия отказалась от проведения Игр Содружества Наций в 2026 году. Власти штата Виктория, где должны были состояться соревнования, заявили, что понесут слишком крупные расходы. За отказ им придется заплатить организации 380 миллионов австралийских долларов. По мнению властей, это небольшая плата в сравнении с ожидаемыми затратами в 4 миллиарда долларов. Глава штата заявил, что инвестиции в больницы и школы сейчас стоят в приоритете. Напомню, Игры Содружества – это международные соревнования стран Содружества Наций, куда входят 56 государств. По масштабам состязания уступают лишь Олимпийским играм. Каждая страна теперь станет площадкой в 2026 году, пока неизвестно. По неизбежным и веским причинам мы просто не можем провести эти игры в 2026 году, без огромных затрат, которые намного перевешивают преимущества этих игр. Но я могу подтвердить окончательную плату в размере 380 миллионов австралийских долларов. Отмечу, что переговоры с Федерацией прошли мирно. С точки зрения отраслевых стандартов, это лучший результат, который Виктория могла получить в этих коммерческих условиях. На этом пока все. Оставайтесь на Хабар-24.